здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного доброжелательного города стало как можно больше ставьте лайки и нажимайте на колокольчик сегодня дорогие друзья на я хочу вам показать мой обычный самый распространенный диетический день сегодня я решила провести именно диетический день и вот что я хочу вам рассказать по этому вопросу как бы вступление когда я завела мой канал на ютюбе я как раз только что закончила мою очередную похудейскую сессию ну то есть я ее называю небольшой период активного сброса веса вот так я бы это назвала и я уже знаете питалась на автомате и вот когда я пришла с этим питанием люди меня начали спрашивать почему я питаюсь так однообразно ну то есть вроде я ем каждый день одно и то же и вы знаете так оно и было и я даже читала статьи но у меня то получилось оно само собой но я читала на эту тему очень много статей в свое время когда я все изучала разные типы питания разные советы полезные разыскивала и вот был один совет тоже хороший такой совет питаться как можно более однообразно но нормальными продуктами однообразно это не значит целый день на гречке там нет нет не монодиета нет ну вот допустим вот то что вы видите у меня сейчас на тарелке то есть это тушеные овощи чуть чуть тушеные вот даже вы видите даже по картинке что эти овощи они ну как сырые только они не сырые и куриная грудка отварная и вы знаете вот так я питалась очень долго и а ученые говорят что когда человек питается однообразно ему так легче избежать соблазнов и не переедать то есть не срываться не держать дома таких продуктов каких-то очень а завлекательных и там было объяснение дано что эволюционно человек ну чтобы выживать все время должен был расширять свои горизонты когда формировался сам человек и его пищевые привычки он должен был пробовать все вокруг чтобы понять что съедобно а что нет и когда человек ел что-то что подходило организму он получал эндорфины допустим какую вкусную ягоду малину впервые вот он попробовал и получил эндорфины и у него эта пища закрепилась как положительная что она нужна организму что нужно ее есть и каждый раз когда он ее ел он это удовольствие и получал и в человеке вшито вот это стремление пробовать новое поэтому люди так часто объедаются на шведских столах потому что они не могут удержаться даже когда они сыты чтобы не попробовать что-то другое что-то новое то есть с одной стороны конечно это обжорство и невоздержанность но с другой стороны это нас толкает к этому наш организм потому что он такой эволюционно нас сформировал вот видите опять я как бы защищаю человека но из песни слов не выкинешь так вот все устроено нет такого понятия знаете черное и белое то есть мы как бы следуем за желаниями нашего организма и мой рацион когда я долгое время сижу на диете он сам собой выстраивается вот в однообразной то есть утром я ем всегда мою кашу с бананом и маслом и зерненым творогом или яйцо на обед я ела всегда либо вот такую еду как вы сейчас видите то есть она полноценная это мульти еда либо я ела мой мульти суп он густой при густой с большим количеством мясо ну я имею ввиду куриные грудки в основном там тоже я соблюдала что были микроэлементы минералы всевозможные то есть я собирала все фасоль обязательно там картошка чтоб калий был то есть я собирала такой богатую еду но я ела каждый день одно и то же в чай чаще всего тогда когда я пришла на канал у меня чай был такой либо зефир либо шесть фиников то есть я настолько привыкла мне другого уже не хотелось то есть вот я привыкла к этому у меня всегда были финики то есть я их покупала как заведенное и ужин у меня был если вот например такой обед как сейчас то на ужин вполне мог быть мой мультисуп наоборот если на обед мой мультисуп мульти борщ допустим то на ужин вот такая вот еда или яичница допустим я ее очень любила она была с овощами вот тоже вот допустим вот такие же овощи или еще там помидоры допустим потому что они полезны в жареном виде вот допустим помидоры и залитые двумя яйцами или в виде омлета когда разболтанные они с молоком и такая еда меня вполне устраивала и у меня практически не было срывов я эту еду любила она же вкусная она нормальная она полезная я к ней привыкала мой организм ведь что такое привычка это когда привыкаешь к чему-то ты начинаешь это как бы любить то есть чем привычка она полезна в этом плане и вы знаете вот когда я пришла я и выкладывала вот эту еду который я привыкла и который я ела но люди мне начали писать и я это понимаю что это не интересно потому что ну что мы будем смотреть на одно и то же я вот кстати поэтому кашу свою не снимаю хотя могла бы конечно мне же не трудно но просто у меня каша одинаковая как бы снимать одно и то же мне как-то кажется несколько странным и кажется людям это не интересно каждый день вот на одно и то же смотреть давайте посмотрим что у меня сегодня на тарелке у меня 160 грамм отварной курицы по 140 килокалорий но это грудка конечно 224 килокалорий 325 грамм овощной смеси это лук морковь кабачок зеленая фасоль чуть-чуть масла вот чисто символически масло чеснок и я харисы посыпал но одной приправой немножечко так на просто выбрала знаете так руку так приправом протянула и она сама потянулась к харисе ну и я выбрала ее и и у меня вот эта смесь она получилась масла там совсем мало потому что я тушу не жарю ничего и тушу небольшое количество и чуть-чуть я знаете воды наливая вот совсем чуть-чуть буквально столовую ложку чтобы овощи мгновенно протушивались чтобы меньше их обрабатывать у меня получилась вот эта овощная смесь по 47 килокалорий это 152 килокалорий и соус мой я вам о нем много раз говорила вот этот соус мне очень понравился соус без калорий этот барбекю я на него конечно калории записываю 10 килокалорий я записываю на него и того мой обед получился 386 килокалорий то есть это совсем немного давайте-ка мы соуса польем на это ой так пахнет вкусно вы знаете медсоус очень очень понравился этот соус у него необычный запах ни на что не похожий и даже вот когда его ешь он очень легкий и он найти такой сладковато соленый но не соленый совсем но я имею ввиду знаете бывают соусы пересоленные явно но этот соус не такой и вот такая еда она обильная она красиво сервируется мне очень нравится вот видите нарезка у меня терка бернер но я думаю у всех такие эти терки они с незапамятных времен продаются и я люблю когда вот на мелкой а сейчас на крупные видите меня брусочки такие то есть при таком раскладе я уменьшаю усваиваемость блюда а чем она меньше усваивается тем и меньше калорийность ради этого мы клетчатку собственно и добавляем хотя с другой стороны если посмотреть для чем мы еду едим для того чтобы усвоилось как можно больше питательных веществ из них мы получаем энергию которая позволяет нам существовать энергии как бензин для машины ну и необходимые минералы витамины для строительства наших клеток то есть с одной стороны вот видите я все время об этом говорю что в жизни нет ничего однозначного и в каждый момент времени мы делаем выбор что важнее нам сейчас когда человек на диете ему важно похудеть вот он прямо хочет похудеть поэтому он старается понизить усваиваемость блюда а когда человек например после болезни восстанавливается то ему наоборот нужно повысить усваиваемость блюда и он старается есть легко усваиваемые продукты поэтому не все так в жизни однозначно и вот я сейчас поем мою привычную обычную еду а потом сниму свой чай что я там придумаю а вот дорогие друзья мой полдник я вообще-то первоначально хотела с финиками чаю попить и с яблоком но когда я посмотрела в холодильник оказалось что у меня яблока нет я сегодня ходила в аптеку вернее не так я влачилась в аптеку не не так даже не так я сползла в аптеку за ними силом вы знаете вот ними сил и такое средство которое помогает от разных видов болей и мне нужно было сходить и я все-таки ногу берегу аптеку у меня прям в доме находится но спуститься и повернуть в соседнем подъезде и поэтому дальше я не пошла никогда я увидела что у меня нету яблок я не пошла в магазин хотя он тоже недалеко в принципе но я не пошла в магазин за фруктами я подумала что у меня есть немного сладкого винограда я виноград тоже только сладкие ем из-за вот того что у меня иногда бывает и жога на кислые фрукты и мой организм сказал и не надо фиников и не надо фруктов и не надо яблок а давай тогда поешь творог а вот 5 виноградин крупных это я положила как дань фруктов то есть это я как бы насильственно положила мы с организмом с моим вошли в консенсус то есть мы договорились с ним он захотел творога и у меня здесь творог двух видов вот еще тетрадочку возьму и тетрадочка моя то есть творог у меня 100 грамм обычного творога и 50 грамм зерненого и сиропа я клубничный сироп полью сверху на 10 килокалорий я вот вам свои сиропа все время показываю вот эти без калорий но я их не считаю без калорий хотя написано на них везде нолики 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 я считаю мои сиропа как 10 килокалорий вот так мы сюда водрузим я знаете вот по жизни никогда себя не обманывала потому что это последнее дело себя обманывать я всегда если меня спрашивали как я набрала вес я никогда не говорила что это было случайно что это было гормонально хотя теперь я знаю что в том числе и гормонально потому что у меня гипотиреоз но я всегда говорила что я очень много ем я могу съесть ведро еды вот такой меня желудок вот я еще раз хочу напомнить вот некоторые говорят мне что ну как же ты так такое количество еды большой ешь на что я могу сделать если у меня вот такой желудок разработан до такой степени понимаете что я не могу меньше есть то мне когда я ем меньше мне не хватает еды то есть я чувствую голод и поэтому мне приходится все время вот есть большими порциями и сегодня я со своим организмом договорилась он потребовал творог а я очень люблю сочетание обычного творога зерненым и знаете раньше купала всегда обезжиренный творог пока не узнала что это как бы глупо потому что из-за того что нет жира не усваивается кальций ну а это же глупо из натуральных продуктов не получать витамины и микроэлементы и теперь я всегда покупаю творог но в среднем 5 процентов и если бывает по скидке но я чаще всего верный хожу потому что он прямо у моего дома и вот если я в верном вижу допустим по большой скидке идет творог 9 процентов значит я ем 9 процентов то есть это нормально лучше для меня теперешние 9 процентов это гораздо лучше чем нулевой то есть так разобраться ужин я буду считать сегодня обратным отсчетом то есть я отниму от 1400 я отниму мой завтрак отниму кофе 32 килокалории отниму жировые поливитамины то есть я отниму три капсулы рыбьего жира один большой лицетин и витамин d3 это составляет 40 килокалорий кстати на этих коробочках это все написано что одна капсула омеги-3 это 8 килокалорий вот меня люди спрашивали что нужно ли это считать но тут каждый сам для себя решает я считаю я вот еще раз хочу сказать у меня не было склонности себя обманывать может еще и в этом был мой успех избавление от вот этих ужасных килограммов в том что я никогда себя не обманывала то есть я знала что я обжора я всегда про себя так говорю может это не деликатно конечно но мне это не обижает потому что это отражает суть вещей я обжора да я знаю я могу очень много съесть если я себя не буду контролировать и поэтому для меня вот подобранная такая система и я думаю что не только для меня а и для тех людей которые как я но ведь таких людей много я их вижу повсеместно кто весит но в среднем там 150 плюс минус там 200 170 135 то есть ну в таком весе у всех этих людей как у меня у них проблемы проблемы с объемами еды проблемы такие же как у меня то есть они могут съесть очень много за один раз желудок растянут и поэтому я выбрала для себя вот такую систему что я делаю загрузочные дни я уже много видео на эту тему снимала что я не приемлю для меня я опять же подчеркиваю для меня есть люди у которых совершенно другой организм другой обмен веществ другой вес изначальный допустим есть люди по моим меркам худеньким допустим там 70 килограмм потому что я даже в смелых фантазиях не мечтаю похудеть до такого мизерного для меня веса для меня да и у таких людей конечно другие правила но для таких людей как я нужны загрузочные дни я это уже проверила но я худею всю мою жизнь его уже сто раз говорила и успех у меня был только тогда когда я стала вводить вместо разгрузочных дней загрузочные дни и вот сейчас я поем вот этот мой вернее не так попью чай с моим чудесным творогом сейчас полью его вот этой клубникой будет очень вкусно такое сочетание вот это обычного творога зерненым я считаю его изумительным она мне очень нравится вот вы зерненого творога как вы знаете 100 килокалорий на 100 грамм то есть я считаю что это невысокая калорийность учитывая его вкусность там и клубничный сироп конечно сюда как нельзя кстати клубничный соус вернее называется и вот я сейчас этот полдник с удовольствием схем у меня настроение улучшится от этого ну потому что еда моя любимая вкусно и главное что эту еду попросил сам организм он не захотел есть не существующие яблоко и финики он захотел есть два вида творога но и виноград я с ним договорилась но все прощаюсь с вами до ужина и друзья мой сегодняшний обычный простой ужин во время моих диет длительных таких успешных диет которые я проводила последнее время то время когда я уже понимала что к чему то у меня очень часто были вот ужина как я уже говорила вам в обед это как бы повторы обедов зачастую то есть я не заморачивалась каким-то разнообразием я заморачивалась разнообразием овощей то есть чтобы у меня была мульти еда как можно больше минералов витаминов но вот как-то так но и белок в каждый прием еды и вот у меня от обеда осталась куриная грудка и это овощное рагу которое я тушила буквально вот несколько минут и мне так захотелось салата из свеклы помните как мы в советские времена любили отварная свекла натертая чеснок и майонез но у меня диетический вариант то есть у меня отварная свекла чеснок и на 50 грамм она 200 грамм свекла 50 грамм у меня 15 процентной сметаны то есть калорийность моего салата из свеклы получается у меня 68 килокалорий и вот смотрите калорийность моего ужина 100 грамм отварной куриной грудки это 140 килокалорий 100 грамм овощного рагу по 47 это 47 килокалорий и 150 грамм салата из свеклы с 15 процентной сметаны это 102 килокалорий и еще вот видите куриная грудка полита тем же соусом без калорий барбекю я на него накидываю 10 килокалорий и того 299 килокалорий а и сейчас давайте посмотрим что у меня получилось за день тогда а вот мой день диетический сегодня 1400 вот видите у меня мой завтрак туда же я написала кофе с молоком и витамина масляная ну так чтобы удобно было считать обед полдник и вот ужин ужин должно было быть 290 обратным отсчетом у меня 299 то есть 1416 килокалорий это калорийность моего сегодняшнего дня но я вы знаете не заморачиваюсь плюс минус там 5 10 килокалорий это вообще незначительно если особенно учесть что калорийность вообще везде на продуктах написано ну как бы условно она тоже везде не точные за уши притянутая приблизительно и в разных таблицах вообще разная калорийность указана вот вы сравните обратите внимание если вам будет нечего делать что в разных таблицах даже на самые такие ходовые продукты совершенно разная калорийность и какой таблицы в адепт так вы будете считать а у меня но я уже вам и видео снимала упрощенная система то есть я все упростила и это упрощение работает потому что когда вы худеете то неважно вот это плюс минус 5 10 килокалорий на не ну вообще никакой роли не играет главное что вы следите за едой старайтесь есть полезную еду и конечно следите за количеством белков жиров углеводов я уже во много раз говорила я никогда уже больше их не считаю раньше считала много лет назад а потом поняла что надо просто в каждую еду добавлять отправила тарелки и вот обратите внимание у меня сегодня нет никаких круп на ужин потому что мне очень захотелось свеклы а я на диете всегда ем и свеклу и морковь я уже говорила я понижаю гликемический индекс этих продуктов а тем что я их отвариваю до полуготовности и тем что много клетчатки то есть клетчатка белок белок понижает гликемический индекс потому что углеводы связываются с белком и медленнее всасываются вот эти вот из свеклы например поэтому вот дорогие друзья я вам сегодня показала свой самый что ни на есть обычный привычный день как я это делаю я в обычной жизни а тем более сегодня жарко противно липко я не заморачиваюсь какими-то там готовками я не стою больше полдня у плиты как был давным-давно в советские времена нет я готовлю все что осталось от обеда то я и доем у меня теперь все просто а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока